Химки Подмосковье одержали третью подряд победу в Суперлиге 1. Обыграли одного из фаворитов чемпионата – команду «Спартак» Санкт-Петербург. Сегодняшний соперник был достаточно принципиальный в плане того, что он занимает одну из верхних позиций в турнирной таблице. Мы хотели доказать в первую очередь себе и нашим уже многочисленным болельщикам химкинским, то, что мы не мальчики для битья, а вполне способны конкурировать. Молодая химкинская команда сразилась с более взрослыми и опытными спортсменами. И здесь все решили выдержкой и настрой. В Суперлиге я уже играю не первый сезон и поднатаскался немного. Ну а с парнями, парни у нас всегда на позитиве, всегда готовы к бою, всегда готовы ходить и играть. На паркете шла нешуточная борьба. Соперники не давали друг другу спуску, боролись за каждый мяч. На последних минутах химки Подмосковье прорвали оборону противника. Итоговый счет 65-58. Тренер «Спартака», бывший наставник химкинской команды, оценил игру наших спортсменов. Соперник сегодня играл хорошо, был настроен, сейчас находится в хорошем физическом состоянии. Я думаю, то, что я и предполагал, и знал, что будет тяжело играть здесь. Видно, до наших игроков не дошло, что надо здесь биться. Победитель Суперлиги-1 попадает в единую лигу ВТБ. Смогут ли наши ребята также достойно играть в высшей лиге, покажут дальнейшие игры сезона. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.